Предположим, все источники ваших доходов вдруг иссякли. Вам отказываются возвращать долги. Прекратились денежные поступления от клиентов вашей фирмы. Вас уволили с работы или вы заболели на долгий период. Как долго вы сможете прожить в таком состоянии, оплачивая все текущие расходы? Сегодня мы поговорим о том, как копить деньги и правильно их вкладывать. В предыдущем выпуске мы подробно говорили об источниках доходов и расходах. Часть доходов можно и нужно оставить непотраченными, а отложить на будущее. Это и называется сбережение. Сбережение – это часть денежных доходов, которая остается после вычета всех расходов и которую семья копит для осуществления определенных планов в будущем. Задача семьи – спланировать свои расходы так, чтобы объем сбережений накапливался. Ну, конечно, у каждого человека есть свои сбережения, естественно. Я делаю свои сбережения в клады, в банки и всегда деньги держу на карте. Если у тебя есть деньги, которые ты смог сэкономить, то их лучше всего положить в какой-нибудь банк. Соответственно, будут начисляться дивиденды, прибавляться по 600, 700, 800 сон. Дивиденды – это в целом, это хорошо. Последнее время деньги в основном храним в банке, так как когда деньги все время в кармане, их можно быстро потратить. Поэтому я храню в банке. Накопление сбережений позволит вам чувствовать себя увереннее. Они могут выручить вас в случае потери источников дохода. Станет так называемой подушкой безопасности. В жизни возникают определенные проблемы, решение которых может создать финансовые трудности для вашей семьи. Подушка безопасности – это сбережения, отложенные на черный день, которые помогут пережить трудный период без ощутимого ущерба для семьи. Размер подушки безопасности должен соответствовать размеру суммы, которой хватит семье на пораживание в течение нескольких месяцев без дохода. Предполагается, что размер финансовой подушки должен соответствовать как минимум шестимесячной зарплате, чтобы в случае потери работы мы могли спокойно прожить полгода без зарплаты и за это время найти подходящую работу. Следовательно, чем больше размер финансовой подушки, тем меньше мы будем беспокоиться. Сбережения могут понадобиться для совершения крупной покупки. Очень часто сумма, необходимая для совершения какой-то крупной покупки, превышает размер текущих доходов семьи. В этом случае многие люди берут кредит или в долг у родственников, но лучше всего накопить сбережения и воспользоваться своими деньгами. Сбережения могут быть в виде наличных денег, домашнего скота, драгоценностей, недвижимости, черной кассы, банковского вклада, ценных бумаг и так далее. Каждый вид сбережений имеет свои особенности, плюсы и минусы. Для их оценки используют такие взаимосвязанные показатели, как ликвидность, доходность и риски. Для эффективного формирования бюджета необходимо следовать определенным правилам. Например, нужно установить конкретные цели краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. При формировании сбережений оцените необходимость той или иной покупки, на которую вы решили откладывать ее важность для семьи. Определите возможности увеличения доходов и снижения расходов вашего семейного бюджета, а лучше всего и то и другое одновременно. Всегда составляйте список покупок, введите письменный учет всех своих расходов, определите для себя сумму, которую вы хотите ежемесячно сберегать. Сумма ваших ежемесячных сбережений может быть в размере от 10 до 30 процентов от суммы вашего совокупного дохода. Но формирование сбережений не должны приносить вред вашему здоровью или здоровью вашей семьи. Формируйте сумму, равную бюджету нескольких месяцев и используйте его только в случае чрезвычайных ситуаций для семьи. Есть такое правило, сначала заплати себе. Это значит, что формируя сбережения при получении дохода, надо сразу отложить запланированную сумму до осуществления расходов. Положите свои сбережения на счет в банке для того, чтобы не потратить сбережения. Полезно начать откладывать на старость уже в молодом возрасте. Банковский счет – это отражение договорных отношений между банком и клиентом по приему депозитов, банковского вклада и совершению банком операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания клиента, предусмотренного договором банковского счета, законодательством и применяемыми в банковской практике правилам делового оборота. Банковские вклады или депозиты – это денежные средства, которые граждане приносят в банки в национальной либо в иностранной валюте на условиях платности и возвратности этих денежных средств. Закон Кыргызской Республики регламентирует процесс возврата и платности, и поэтому все банки, либо какие-либо другие финансовые учреждения, которые принимают эти вклады у населения, обязаны своевременно в указанные и обговоренные сроки возвращать эти денежные средства в полном объеме плюс начисленные проценты. Процентные ставки по депозитам зависят от вида депозитного продукта, от срока размещения депозита. Чем дольше срок депозита, тем больше банки за него предлагают проценты. Значение играет и валюта депозита. В Кыргызской Республике проценты по депозитам в иностранной валюте меньше, чем для депозитов в национальной валюте и, разумеется, от суммы. Чем выше сумма депозита, тем больше проценты. Есть некоторые депозитные продукты, которые не предусматривают выплату процентов. Для того, чтобы определить, какой вид депозита подходит для каждого человека, ему необходимо знать, во-первых, цель, с какой он, с какой целью этот депозит будет сберегаться. Для этого вам нужно определить, во-первых, валюту, сумму, сроки, а также условия начисления процентов, возможность снятия либо пополнения этих депозитов. Для этого вам необходимо изучить, во-первых, условия и продукты банков, подобрать наиболее подходящие для себя и сделать выбор. Средние процентные ставки по депозитам в нацвалюте сроком на один год около 10% годовых. Например, если вы положите 200 тысяч сом, то через год прибавится 20 тысяч. Кроме того, у нас имеются финансово-кредитные учреждения, работающие по исламским принципам, которые также принимают депозиты. Существует несколько видов депозитных вкладов. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Банки Кыргызской Республики предоставляют разные виды депозитов. Это депозитные продукты, которые в совокупности являются просто видами накопительных депозитов. Они бывают разные. Основной – это инвестиционный, который помогает накапливать денежные средства, и плюс капитализация процентов, что в определенный срок помогает вам увеличить ваш капитал. Также есть другие депозиты, которые определяются, различаются по цели. Например, детский депозит, основной целью которого является обеспечить исполнение какой-то цели либо желания ребенка. Он открывается. Вместе с ребенком должны прийти родители определить цель, срок, на какой они вкладываются. После того, как ребенок уже вырастет и подойдет срок окончания депозита, они могут снять эти денежные средства вместе с начисленными процентами. Также есть еще один популярный вид депозита – это пенсионный. Он отличается тем, что этот пенсионный депозит клиенты могут пополнять, снимать, а также на остаток денежных средств будут начисляться проценты, которые в конце срока по необходимости могут быть сняты клиентам. Итак, используйте вид накопления сбережений, которые вам наиболее подходят по условиям и целям использования. При вложении средств на банковский депозит выберите, какой вид депозита вам больше подходит. Откладывайте на будущее детей и свою старость. Не вкладывайте деньги в финансовый инструмент, в котором не разбираетесь. Чтобы выбрать депозит, нужно внимательно рассмотреть условия разных банков, включая ставку процента и дополнительные условия. Или же вы можете заняться инвестициями, то есть вложить деньги или купить активы для получения прибыли в будущем. В следующем выпуске мы расскажем вам об инвестициях и как правильно инвестировать свои доходы, чтобы они приносили прибыль.